Микоплазма, маленькие бактерии, в принципе, про них мало информации, мог бы в один клип, но раз уже завелось, что по одной на клип, то пусть будет. Значит, они не имеют клеточной стенки, поэтому у них минимальный набор генетический, и на микоплазме особенно любят поэтому всякие генетические эксперименты производить. Это род бактерий, то есть их довольно много, как правило, они паразитарные, раз уже клеточной стенки не имеют, и могут жить внутри клеток других. Человек поражает микоплазма пневмонии и микоплазма гениталиума. Вот микоплазма гениталиума, длительно считалось, что у неё меньше всего генов, то есть самый маленький размер генома, потому что она паразит, всё получает из клетки, на которой паразитирует. Но в 2002 году открыли наноархеи, и про них уже я сделал клип, вот наноархеи сейчас самые примитивные организмы считаются, самые короткие геномы. Вирусы могут иметь меньше геном, но вирусы не считаются независимыми самостоятельными организмами, и до вирусов как-нибудь дойдут, там вообще проблематично живое оно или нет. Микоплазма гениталиума, она может вызывать не генококковый ретрит, то есть воспаление мочевых путей, которые не связаны с гонореей, про гонорею уже был клип. Полный набор у неё генетической информации 582 тысячи, то есть даже одно из самых примитивных существ всё равно имеет около 600 тысяч битов информации. Потому что всё равно ей нужно воспроизводить ДНК и так далее, по крайней мере. Ну и вот именно относительно микоплазмы гениталиума есть сообщение, что её удалось якобы полностью искусственно синтезировать. То есть вот такое самое простейшее существо. Есть информация, что в 2008 году её синтезировали полностью ДНК. Но не полностью собрали, то есть из готовых фрагментов, но это уже достижение, потому что это единственное искусственно созданное существо человеком. А оно не произошло от какого-то другого живого существа. Собрали ДНК, и ДНК, естественно, построило весь остальной организм. Кроме того, относительно микоплазмы гениталиум создали подробную компьютерную модель индивидуальной клетки. И работая с этой компьютерной моделью, можно предсказывать различные свойства и микоплазмы, и похожих на неё бактерий. Ещё на базе микоплазмы гениталиум создали искусственный организм микоплазма лабораториум. Он тоже является облигатным внутриклеточным паразитом, то есть живёт только внутри клетки. У него 482 гена. А, то есть у микоплазмы гениталиум 482 гена. Вот из генов микоплазмы гениталиум удаляли гены, и вот у этой микоплазмы лабораториум 382 гена. И получилось, что минимальный набор генов уже у существа может быть 382. Потом, когда установили, что 382 гена минимально, синтезировали хромосому, в которой были эти 382 гена, пересадили в клетку микоплазмы гениталиум, и вот тогда получилась эта микоплазма лабораториум. То есть это полностью искусственное существо, оно может само себя копировать, оно создано в лаборатории, поэтому вот лабораториум. Первоначально эти опыты считались такими интересными, то, возможно, мы начнем делать организмы новые. Это примерно 2008 год, то есть примерно 15 лет назад вот эти эксперименты происходили. В 2006 году получили патент на геном искусственного этой бактерии. Однако, позднее выяснилось, что делать их полностью у живых организмов смысла нет, потому что лучше брать готовые фрагменты, не надо прогнозировать все, что она абсолютно делает. Основная часть реакций, процессов, она уже в бактерии предусмотрена, поэтому сейчас отказались от этой идеи, то есть полностью синтезировать сначала ДНК, сначала программу, а потом бактерию. И сейчас предпочитают модифицировать, и в основном модифицируют и шерификоли, то есть кишечную палочку, о чем я уже рассказывал. То есть в готовый организм вставляют какие-то участки искусственные, чтобы получить новые признаки его. А от идеи полностью делать организм с нуля, начиная с синтеза ДНК, отказались. Ну, микоплазма, пневмония сюда еще относится тоже. Они очень мелкие, 0,3 микрометра, то есть она раз в 10 меньше обычной бактерии. Тоже она не имеет клеточной стенки, полиморфизм, по всей видимости, живет внутри клетки. Вот она еще может вызывать пневмонию. Ну и, пожалуй, сегодня более такое важное про микоплазму.